На стадионе «Старт» в новом городе снова ритмичная, бессмертная мелодия «Куин» и скандирование футбольных фанатов. После зимней паузы ульяновская «Волга» возвращается в чемпионат России. В стартовом матче третьего круга сезона ее соперник – сосед по турнирам таблицы – «Цизринь-2003». При такой поддержке «Волга» просто не имеет права действовать спустя рукава. И с первых минут ульяновцы играют по-домашнему, создавая один голевой момент за другим. Больше всех старается нападающий Иван Кузнецов. Воспитанник ульяновского футбола, несколько лет назад он выступал за «Сизринь» и теперь пытается огорчить свой бывший клуб. Однако мяч ворота не идет. На перерыв команда уходит при счете 0-0. Первый тайм – есть претензии к нашим игрокам. Почему так робко они начали? Я сам, если честно, не пойму, в перерыве у них спросил, в чем дело. Ничто не предвещало такой игры. Зато второй тайм «Сизринь» проводит куда активнее. Теперь приходит черед спасать свои ворота ульяновскому голкиперу Дмитрию Красильникову. Капитан «Волги» действует просто отменно, почищая грехи партнеров по обороне. От напористой игры хозяев, которую не демонстрировали в первом тайме, не остается и следа. Начались разрывы между линиями. Мы понеслись прессинговать команду соперника. И это, как выяснилось, зря мы делали. Нам нужно было играть тот же футбол, который мы играли в первом тайме. Как играла в первом тайме, «Волга» вспоминает в самом конце второй половины. Голевая комбинация является светлым пятном на фоне не самой лучшей игры ульяновской команды. Егор Левин изящным скриптным пасом выводит на ударную позицию Ивана Кузнецова. А форвард по бильярдам укладывает мяч в углворот. 1-0 «Волга». Я думаю, встретились как бы две равные команды, и нам чуть больше повезло. Мы еще в первом тайме должны были забирать, у нас был больше моментов. Я считаю, все закономерно. Самое главное сегодня был результат. Мы хотели подтянуться к группе лидеров. И сегодняшняя победа, мне приятно, что ребята все отдались. Может быть, что-то качество сегодня страдало. Не скажу, чтобы показали какой-то фееричный футбол. Но мне, по отношению к игре, мне футболистам предъявить нечего. Все старались, все очень хотели выиграть. Даже победив Сызрань, «Волга» остается на пятом месте в турнирной таблице. 24 апреля у нее очередной матч. В Тольятти она сыграет с местной «Ладой». Михаил Росташанский. Новость Ульяновской правды.